Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 10 главе книги пророка Иезекииля. В предыдущих главах Бог поднял пророка и дал ему в видении увидеть множество идолопоклонства в Иерусалиме и то, что город наполнен кровью и исполнен неправдой. И вот слава Господня, присутствие Бога посреди Иерусалимского храма становится неочевидным. Вдруг слава Господню сходит с Херувимов, приступает к порогу дома Господня. И для Иезекииля, как и для тех, кто его слушает, а слушают его старейшины, собравшиеся в его доме в Вавилонии, вот то, что Иезекииль видит и пересказывает им, это может быть самое вообще страшное, что они могли бы себе представить или даже не могли представить в страшном сне. Потому что Иезекииль видит примерно так же, слава Божию, как он описывает в первой главе. И, собственно, здесь отсылки к первой главе напрямую имеются. Это четыре существа, по четыре лица у каждого из них, лица там человека, льва и так далее. И все они движутся на четыре стороны, колеса, исполненные очей, и сияющее подобие престола где-то над ними посередине. Вот, в общем, та самая картина, которую пророк уже описывал в первой главе. Здесь напрямую говорится о том, что это слава Господня. Больше того, на самом деле, именно на этой десятой главе основано наше понимание того, что видение в первой главе это и есть видение славы Божьей. И вот Господь показывает Иезекиилю вот что. Он видит, как некто, сияющий муж на этом престоле, о котором тоже шла уже речь в предыдущих главах, вот он обращается к одному из исполнителей воли Божьей, говоря, зачерпни огонь, зачерпни огонь, здесь вот в центре этой славы Божьей между херувимами, зачерпни огонь пригоршни горящих угольев и брось на город. Собственно, вот это и есть апокалипсис. Когда пламя Божьей славы, Божьего присутствия, Божьей правды вот так бросаются в нашу жизнь, когда пламя правды Божьей соприкасается с тленными и горючими материалами, из которых мы строим и свои сердца, и свою жизнь. Вот этот вспыхивающий пожар, когда все недостойное правды Божьей, все не на ней построенное, не ею вымеренное, все это вспыхивает и сгорает, вспыхивает и сгорает, потому что слава Божьей правды и Божьего присутствия как горсть горящих углей кидается в город. И здесь является наружу, что есть что, что устоит и что сгорит, что было действительно от Бога и в правде, а что нет. Вот, собственно, такое откровение реальности, откровение того, что происходит с миром, сталкивающимся с Божьей правдой, это в собственном смысле слова и называется глаголом апокалипто, апокалипсис. Поэтому первые стихи 10 главы в строгом и узком смысле слова апокалиптичны. А дальше Иезекииль пишет о том, что поднялась слава Господня и наполнился двор сиянием славы Божьей. И снова здесь речь идет, там, возьми огонь между колесами, между херувимами. Иезекииль описывает лица этих существ, эти самые колеса и так далее, но все это в каком-то смысле только отвлекает от главного. А главное заключается в вот чем. Это 18 стих. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли. И уходили, и слава Богу, была над ними. Люди так долго говорили, что Бог нас бросил, оставил Господь землю сию, он не видит, будем делать, что хотим, или как нам там нужно, и вообще нечего на нее полагаться. Люди так долго говорили, что в конце концов вот это произошло. Бог оставил храм Божий. Бог оставил, слава Господня оставила храм. Это место, где уже дальше никакого диалога с Богом невозможно. Слава Господня, присутствующая в Иерусалимском храме, о том и свидетельствовала, что еще есть шанс на диалог, на то, что Бог услышит человека, который придет и помолится на месте всем. Но беззаконие Израиля, насилие, кровь, проливаемая ими, и, главное, наверное, идолопоклонство, делает уже эту всю ситуацию абсолютно безнадежной. И Бог уходит, и слава Божья, покидает храм. Значит, людям, которые сидят его и слушают, там, в Вавилонии, они слышат, что пророк свидетельствует им о том, что вот я вижу в видении бесконечные мерзости Израиля, идолопоклонство прямо в храме, и поэтому храм перестал быть местом присутствия Бога в Иерусалиме. Слава Божья покинула храм Господень. Отчего он стоит без славы Божьей? И зачем он нужен без славы Божьей? И здесь, собственно, речь не идет о том, куда именно перемещается слава Господне. Это разговор последующих глав. Но вот самое необратимое, абсолютно меняющее всю жизнь и все взаимоотношения в Израиле видение заключается в том, что, слава Божью, ушла. Ушла. Нам часто кажется, что если мы с Богом договорились, что вот на этом месте, вот так, только таким способом, все, и можно полагаться, и надеяться, и пытаться, так сказать, дары Божьи снискать, если ты нарушаешь заповеди, то никакого диалога с Богом уже невозможно. Слава Господне покидает, покидает людей, которые предают ее.